Дальше вопросы? Ну и хорошо. Ну вы, вот здесь, на втором году, девушку, вот-вот-вот, делаем-то. Здравствуйте. Садитесь. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Слушаю Ваши лекции 2015 года. Ой, я так с ума сойти не могу, собственно. Вы мне очень сильно во многих моментах в жизни помогли, но вот, возможно, сейчас к Иоанске к Вам приехать и лично Вас послушать. Вы расходы приехали? Из взъемности. Ой. Прям специальная взъемность? Да. Просто в моей жизни столько стало сейчас изменений происходить. Сам Господь, наверное, некого направил. У меня такая сейчас ситуация, то, что с 16 мая у меня разрушился брак. Ну, пока не официально. Официально пока есть. Но как бы муж меня с головушки больше не любит. И сейчас мы живем в разных городах. Вот. И первое время у меня, конечно, была сильная депрессия. Но так как я давно слушаю Ваши лекции, я с ними справилась. Дом Монтарь есть молитвы? У меня есть, да. Молитесь Богу? Да, да. А он? Он вообще никакой. Он только крестик носит. Он нет. Вот если муж сказал, я не люблю тебя больше, то это не проблема любви. Это духовная проблема. Это проблема совести. Потому что влюблённость заканчивается у всех любви. Всегда. Не надо думать, что она не закончится. Но взамен влюблённости люди должны в личной жизни развить светлую память друг от друга. Должны развить чистое восприятие, чистоту. Должны важность друг друга почувствовать. Потому что любовь это не наслаждение друг другом, это важность, это чистота. Это возвышенное чувство в человеке, в любовь. А вот это наслаждение телом быстро заканчивается несколько лет и уже тело не наслаждает близкого человека. Вот это наслаждение телом у всех заканчивает всегда. Надеяться, что будет как-то по-другому, не надо. Будет у всех одинаково всегда. Но любовь переходит в уважение сначала. Нужно учиться уважать друг друга. Уважение. Потом верность. Потом искренность. Вот три стадии любви. Уважение, верность и искренность. Сейчас у меня просто такая ситуация. Когда он сказал мне эти слова, то есть я попыталась от себя сделать физически все, что возможно, чтобы вернуть отношения. Но потом я поняла, что я уже просто раздражаю. Я уже сосредоточилась на духовных вещах. Потому что с 2015 года я начала заниматься благодаря вам активной духовной практикой. Но все равно как-то так получилось, ведь я не очень занималась. Все равно я пришла к своему экзамену. И дело в том, что когда я осознала, принялась решение мужа своего, я отошла от этой ситуации, от этой боли, от этой проблемы. И начала жить, как у меня получается. И неожиданно у меня жизнь так сильно закрутилась за последние два месяца. Что в мою жизнь пришли люди, которых я даже сама не искала, очень духовные. Я даже немножко не боюсь. Потом неожиданно мне предложили очень хорошую работу. И как-то так все само собой получилось, что я их поменяла. И параллельно я продолжала активно молиться. Бог помогает вам. Да, сохранить вас. Активно молиться. Продолжаю активно заниматься какими-то аскетами. Ну, своей, как могу. Вот. Помимо того, что пока я была в браке, я приобрела, ну, тоже неизлечимое заболевание. Отчасти, вот, вы девушкам отвечали, я получила ответ на свой вопрос. Но, как бы, у меня такая ситуация, что, как бы, оно не лечится на сегодняшний момент. Но благодаря молитве я сейчас приняла это. И я абсолютно спокойно к этому отношусь. То есть у меня это вообще не лечит. Если подойдете, поговорим о вашей болезни, если вам сейчас неудобно ее упоминать. Вот. И так случилось, что вот два месяца активной молитвы. Ну, дело в том, что жизнь так закрутилась, что вот первые два месяца с момента, как мне муж это сказал, я усилил духовную практику. И мне, я правда, все вот это прям как свидетельство по вашим шагам. Я преодолела стресс, я преодолела трудности, я отошла от этой проблемы. У меня появилась вот эта боль в груди, которая у меня была месяц. Она прошла, я перестала ее ощущать. У меня появилась наполненность внутри. Вот. Я стала продолжать. И на третий месяц, это начало августа, то есть 16 мая, он как бы, ну вот, не озвучил свои мысли. А начиная с августа он мне начал звонить. Ну, потому что она уже, ну, как бы, плохо себя с ним ведет. А какова она? Ну, а что вдруг он решил уходить? Долбанула ему по башке. Когда духовности не хватает, мужчина ищет счастье. Все люди ищут счастье на земле. И как бы, жена-то стареет, а девушки молодеют вокруг. И черные глаза появляются. И все. Вспоминаю, умираю. А черные глаза, у них же внутри черный глаз еще есть и человек. А он может злиться, раздражаться. Я, по крайней мере, не знала про это. Я тоже не могу утверждать, но есть подозрения. Я могу просто видеть связи у людей, связи. Может быть, не было отношений, но есть связь. Есть хороший мультик такой, «Снежная королева» называется. Старый детский мультик, там как-то мальчика ополдовала «Снежная королева». У нее была Герда, и хорошие у них отношения были. Но потом пришла «Снежная королева», он стал холодным таким. Когда мужчина неожиданно холодным становится таким, «Я тебя не люблю», значит, любишь кого-то другого, получается. Вот я продолжаю по полной практике заниматься. Да, и вы побеждаете, вы втягиваете одеяло свое на себя. Вот, и сейчас появилось то, что он мне начал сейчас звонить. Он правду говорит, я не знаю, что я звоню, но я хочу звонить. Снежная королева им пинка поддала под задку. А как бы у меня жизнь так уже завертелась, я уже как бы тоже не страдаю по нему, не думаю. Вот поэтому и звоните. Это называется «Милость Богу». Для того, чтобы муж начал звонить, надо стать счастливой. То есть, если ты счастливой стала, а победила все, то он, как дела, что ты такая радостная? Вот, и сейчас как бы мне вот это все приходит, я даже сама этого ничего не ищу. Все так крутится. У меня даже за 10 лет моего брака впервые в жизни стал телефон разряжаться от количества звонков. То есть, мне постоянно звонят люди, откуда-то там появляются новые, которых я знаю, не знаю. Даже менеджеры какие-то там кредит предлагают, со мной общаются. То есть, у меня даже нет времени, вот, у меня кончилось время. Вот, спустя вот этой, ну вот, духовной практике. Ну, отлично. У меня кончилось время жить. Ну, отлично. У меня сейчас какой-то страх, вот, все за меня как-то решается, и мне как-то сейчас страшно. Вот, а когда я двигаюсь вообще, что мне делать? Тут как бы и уже муж, ну, звонит, я даже не знаю, вернется, не вернется, я не могу. Куда он кинетесь? Вот. Если вы счастливы, ему куда деваться? Я надеюсь. Вот, и дело в том, что сейчас вот я живу в своем доме. Есть два типа девушек. Абажур первый тип, а бордюр второй. И с бордюром надо стать абажуром. Если ты уже всех любишь, со всеми ласково себя ведешь, то тогда муж будет звонить, а куда он кинетесь? А если ты бордюр, то он будет спотыкаться всю жизнь. Если тем более его абьюзером еще назвали, тогда вообще у тебя шансов нет. Надо стать абажуром. Это из поднятой цены термин. А Макар Нагульный, он английский язык начал учить. И он два слова выучил. Абажур это хорошая девушка, а бордюр плохая. И, собственно говоря, сейчас как бы я все в жизни налаживаю, и как бы у меня появляется даже такое сомнение, если вот сейчас муж вернется, это мне нужно будет опять все оставить, бросить и уехать к нему туда в другой город. Куда? В какой город? В Межгородской области. Ну, поедете. Вот. И когда я туда, раньше даже, когда я сильно там жила, у меня была проблема, сильная тоска по другому городу. Но так как я рвала семьяшку, конечно, там, когда в первое время жила, я не принимала судьбу в другом городе. Мне было тяжело. Возможно, на этом фоне как раз я и заработала. Влияет, да, влияет. Климат на человека сильно влияет. Место, в котором живет, сильно влияет на жизнь. Ну, а можно преодолеть. Можно быть сильнее место. Мне вот как бы был так тяжело. Муж все равно на первом месте. А все остальное на втором. У женщин. И родители родные тоже, да? Да. Муж все равно на первом месте. И будет ли вот просто сейчас... Дети есть? Нет. А что, где дети идти? Ну, у меня муж не хотел первый день очень долго жить. Ставить условия. А сейчас, то есть, когда он... Ставить условия. Если он захочет совместно жить, нужен ребенок. Иначе опять развалит семья. Семь лет – это максимум. Если вот люди семь лет живут, ребенка нет, дальше идет патовая ситуация. Ну, то есть, старшая семья идет в заворачивании. Все. Найдутся причины, которые разрушат брак. Нужен ребенок. Женщина. Дело в том, что когда мы поженились, я сам в первый день просила ребенка, но он отказывал. Он постоянно это откладывал. Ставить условия. То есть, дело в том, что я сейчас заболела, и я сейчас у меня... Это большая проблема для него. Это тоже часто у женщин. Болезнь бывает на фоне тяжелых заболеваний, на фоне того, что перетерпела. Эта энергия, которая в детей должна идти, она идет в разрушение организма. Скажите, пожалуйста, я услышала один ответ на свой вопрос, что если сейчас все наладится, если я... Надо на пять слоев делать очистку. Все неизлечимы заболевания на пятом слое психическом находится. Я так понимаю, что это типа что-то рассеяние астероза. То есть, вы говорите о чем-то таком болезни. Не совсем. Ну, подойдете и скажете. Ну, как бы я... Все равно это на пять слоев чистка нужна, иначе ничего не поможет. Скажите, вот если сейчас... То есть, первый вопрос я приятно получила. Если муж сейчас захочет, чтобы я... Ну, восстановить отношения. Если все, что я здесь уже насосдавала в жизни, оставлю, поеду за ним, то есть, как бы сейчас больше шансов восстановить семью? То есть, есть эти шансы? Семью, да. Но сейчас все в вашей жизни зависит от здоровья, а не от семьи. Вам надо совершать эскезы, в первую очередь, которые приведут вас к выздоровлению. Иначе все развалится от болезней. Как ответим? Ну, это речь почитаем. Ко мне надо подойти, будьте первые. После этого. Хорошо. Ладно, мои хорошие, поехали тогда. Сегодня мы говорим с вами о личных границах. Личные границы — это сложный термин. Он основывается на многих факторах. Есть три слоя жизни в целом. Они зависят от концепции внутреннего человека. Концепция — это развитие личности. Есть люди, которые считают... Ну, это зависит от глубокого понимания, зачем я живу. Если человек глубоко убежден, что он живет для себя, тогда концепция жизни называется невежественная концепция. Как выглядят люди, которые считают, что они живут для себя? Они очень эгоистично настроены на жизнь. Они не сильно прислушиваются к чужому мнению. Секс является основой их жизни. Я считаю, что это главное — это секс. Такие люди ведут себя достаточно агрессивно в отношениях. Они всегда защищаются, оборонительные позиции находятся. Всегда отстаивают свою точку зрения, свое мнение. Чаще всего они настолько напряжены, что у них есть вредные привычки. Один из признаков невежественного существования является выпивание, курение, разврат. Ну, то есть человек фактически не может без этого жить, потому что у него не хватает внутренних возможностей справиться с собой без вот таких каких-то очень сильных воздействий на организм, на психику, чтобы расслабиться. Ну, то есть само по себе оборонительная позиция, постоянно борьба, борьба, борьба за свое существование, за свое достоинство, за свою честь, за свое мнение приводит к истощению. И человек или должен выпить, чтобы как-то расслабиться, или закурить, или погулять, или еще какие-то там азартные игры. Ну, что-то должно такое сильное воздействие произойти, чтобы ему как-то дальше жить надо было. С такими людьми, личной границей, сохранить семью – это прискочно, очень сложно с такими людьми. Единственный способ жить с таким человеком – это выполнять перед ним свои обязанности, молиться, сохранять доброжелательный настрой по отношению к нему, держаться на дистанции, потому что открывать сердце такому человеку невозможно. Он всегда будет хамить в ответ, ну, на веру, на твою, на твои какие-то убеждения. Это будет в ответ только сарказм, неприятные какие-то слова. Такие люди обычно не имеют близких друзей, каких-то глубоких отношений. А если есть дружба, то это дружба выпивок или дружба какая-то криминальная, допустим. Часто такие люди имеют криминальный бизнес или бандитскую среду, или они просто асоциальны по своей природе. Или они социальные, но ведут себя очень диспактично. Например, человек может быть начальником и угнетать подчиненных. С такими людьми очень сложно строить отношения. Единственный выход таких людей может исправить только беда. Поэтому, когда молятся люди, молятся за такого человека, то, скорее всего, молитва приводит к тому, что у человека приходит беда, и она может его изменить, такого человека. Других способов изменить его практически нет. Он не понимает добрых слов, не понимает ласковых отношений. И любое приближение к этому человеку его только портит, он еще больше нагреет и ведет себя плохо. Понимаете, я говорю о концепции, о смысле жизни. Если у человека смысл жизни – это я, ему никто не нужен, ни дети, ни жена, ни мать, ни отец, только я. Да, человек очень сильно на себе заточен. Мы, когда пробежку делали в Тюмени, мы пошли в озеро купаться. Мы, когда там стояли на солнышко, закрытыми глазами смотрели, я всех обучал, как всасывать воду, солнышко, или впитывать, как правильно. В это время в воду зашел еще один мужик, и он начал, вот мы стоим такие, там, закрытыми глазами, он, что вы тут делаете? Мы лечимся водой, вода не лечит. Вот я и пошел я, то я, то я вот так, и так, и короче, всех задолбал своим я. Вот это и есть то, о чем я говорю. Это называется невежественная концепция существования. Человек очень сильно заточен на себе. Он ничего не слышит, никого не видит. Люди все задают вопросы Олега Геннадьевича, ну, тут есть старший, оказывается. Он смотрит, и вообще даже не обращает внимания. Вот. Ну, то есть, это означает, что человек находится в состоянии очень глубокого погружения, такое самодовольство, и строить с ним отношения очень сложно. Он не может тебя слышать. Он не может близкие отношения строить. Это может даже быть ученый какой-то, или очень влиятельный человек. Понимаете, мы говорим о восприятии мира сейчас, об ощущении счастья. Вторая концепция называется страстная концепция существования. Человек в этом случае имеет расширенный эгоизм. Он живет не для себя. Он живет для своей семьи, своей страны, своей веры, своего народа. И когда эгоизм имеет вот такую расширенную, но не раскрытую природу, то у человека формируется некий определенный фанатизм. Вот он в рамках своей, ну, той среды, для которой он живет, он может вести себя более-менее нормально. Ну, допустим, человек имеет какую-то веру. В рамках своей веры он может вести себя нормально. Но если он контактирует с людьми другой веры, то он тогда, у него щетина как бы так начинает подниматься. Или, допустим, наша нация, наш народ. Если другой народ, значит щетина. Другая нация щетина. Ну, понимаете, то есть это называется расширенный эгоизм. Это концептуально другое состояние жизни. Моя фирма, моя тусня. Какой тусни? В нашей тусне? Не в нашей, значит, странно. И так далее. Ну, то есть, по-разному может это расширенный эгоизм проявляться. Но как себя вести с такими людьми? Люди, которые имеют вот такую концепцию счастья, они, в принципе, с ними можно договариваться. С ними можно вместе работать, с ними можно дружить. Но с ними нельзя раскрывать сердце. Потому что раскрытие сердца подразумевает что-то другое. Не такое, как у меня. В принципе, если ты раскрываешь сердце, и это соответствует его взглядам, то тогда ты будешь хороший чувак. Или человек, я не знаю, там, как это будет убить его восприятие. Вот. Ну, в любом случае, это не означает глубокие отношения. Большинство людей находится в страстной концепции жизни в современном обществе. Ну, так или иначе, у людей в основном расширенный такой эгоизм, не настроенный на бескорыстие. Он настроен на какую-то отчужденность. Особенно сейчас, когда идет война, люди очень сильно поляризуются в своем жрении. И вот эта полярность, она приобретает к природу агрессии уже. Ну, то есть люди в благостной концепции жизни, они любят весь мир. Они настраиваются на то, чтобы ко всем людям по-доброму относиться. Есть политические какие-то мироразвления взгляды, это нормально. Но мы говорим сейчас о восстрятии мира. И люди в благостной концепции, они в целом воспринимают мир по-доброму. Они не считают, что этот мир враждебен по отношению к нам. Или вера, допустим. Есть только наша вера, остальное все враждебное пространство по отношению к нам. Так нельзя воспринимать мир. Возлюбить ближнего означает всех любить людей вообще. Вот. Это, кстати, нормальное мышление. Оно приемлемо везде и всегда. Вот я, допустим, лекции читаю в Европе, в Америке. Ну, я же из России. Понимаете? И люди благостные, допустим, они везде всегда нормально воспринимают. То есть они приходят на лекции, набираются в залы, читают лекции. Никто не возражает против меня. Нет проблем ни в Америке, ни в Европе. Ко мне украинцы слушают многие мои лекции. Проблем никаких нет. Понимаете? Но как только концептуально человек «я» и «моё» вот это включает в расширенном понятии, то тогда он на лекции уже не ходит. Допустим, я в Чикаго был, там много украинцев живет. И многие из них пришли на мои лекции. Но если у них концептуально другое мышление, то у них идет отторжение уже национальной особенности моей. И тогда они не приходят на лекции. То, что там может сказать и про русский. Ну, как бы это не имеет значения. Имеет значение, как человек мыслит. Люди в страсти, или когда они обосапливают себя каким-то сообществом и не могут воспринимать целый мир как свой родной дом, они кучкуются, тусуются вот так отдельно. И в мышлении семейном у них тоже есть проблемы. Потому что, если, не дай Бог, твой близкий человек концептуально выходит за рамки твоего мировоззрения, то сразу начинается дежик, как бы, и начинаются проблемы в беседе, в общении и на уровне глубоких отношений. А глубокие отношения – это всегда вера. Вот что такое открытие сердца? Когда человек открывает сердце, значит, он открывает свою веру. И в этом случае, конечно же, начинаются проблемы. Потому что, как бы ты не открывал свою веру, допустим, у вас одинаковая вера. Но все равно есть же особенности восприятия Бога истинного у каждого человека. Если это особенности не входят в рамки мировоззрения человека в страсти, то он начинает напрягаться над этого. Он не может это принять. И я не против людей в невежестве и не против людей в страсти. Я просто расскажу, с кем надо себя вести. Надо ко всем проявлять доброту. Человек в невежестве можно исправить. Его можно исправить постепенно. Но ты не можешь с ним открывать сердце и не можешь с ним иметь общих интересов. А можешь просто вместе с ним жить, молиться за него и кормить его освященной пищей. И пытаться как-то помогать ему в жизни. Хотя вы будете чужими. С невежеством человека вообще очень сложно создавать, устроить личную жизнь. Но если вы уже нашли себе в жизни такого человека, значит, такова ваша судьба. Значит, вы вот это посчитали своим, значит, судьба вот так сработала. И надо терпеть это, продолжать отношения, пока беда не исправит человека. Со страстным человеком можно иметь общие интересы. А какие общие интересы в семье у людей? Это воспитание детей, ну, в целом развитие семьи во всех вопросах. В социальной сфере, допустим, там, квартиру, приобрести машину, там, занять определенное положение в обществе. Все это называется общие интересы. Они, ну, естественно, интересны и детям, и жене, и мужу. Это и общие интересы в самосохранении, выживании, развитии. Но есть еще такая тема, которая называется ценности человека. Вот в этом вопросе у вас будут проблемы в отношениях с таким человеком, потому что он будет принимать только те ценности, которые ему близки. Все остальные ценности он будет отвергать. Потому что, ну, как бы, или ты с нами, или ты против нас. И у людей в страсти, у них постоянно все на конфликт переходит. У людей в страсти все переходит на выяснение. Понимаете разницу между конфликтом? Конфликт — это не выяснение, это вражда. А выяснение означает, что надо, ну, как бы, конфликт — это ненависть. Слово ненависть — это отношение. То есть, если ты меня не понимаешь, я тебя ненавижу. Второй вариант — это когда человек правду свою отстаивает всегда. И вот люди в страсти, они любовь ставят ниже правды. Они постоянно отстаивают всю правду. Например, у женщины есть своя правда. Какая у женщины правда? Нежное ластовое отношение, надо по-доброму говорить, по-доброму смотреть, обращать внимание друг на друга. Выполнять свои обязанности в семье. Чисто, аккуратно себя вести. Ложить вещи на место. Быть аккуратным, внимательным, добрым, заботливым. Отдавать деньги в семью. Ценности детей. Почему ты не обращаешь внимание на своих детей? Обращай внимание на жену. Обращай внимание на детей. Это правда или ложь? Вот то, что я говорю, женщины. Правда. Мужчины. Это правда? Это они уже такие как... Они как бы согласны, что это правда, но они немножко в напряг вошли, когда я их об этой правде спросил. Потому что каждому мужчине это правда, она сидит в ребрах, если он женат. Потому что идет атака постоянно со стороны женского вот этого вмешательства. Вот. Теперь есть мужская правда. Сейчас у женщины в ребрах она засядет. Какая мужская правда? Что надо уважительно обращаться к мужчине. Нужно понимать, считаться своего мнения. Нужно перестать обижаться по каждому поводу. Перестать раздражаться, нервничать. Когда мужчина говорит, надо... Да, мой хороший. Отдевать головой. У мужчины также есть какие-то конкурсуальные вопросы. Как мы живем? Где мы живем? Куда мы едем? Чем мы занимаемся в жизни? Ну и за красный или за белый? Ну то есть, у мужчины он часто... Социальная позиция у него выражена очень сильно. И женщина должна соглашаться. Иначе она не за наших получается. То есть, он тоже такой недовольный. Жена его политическую позицию не поддержит. Мужская правда есть. Есть женская правда. И она есть, но куда деваться от нее? Никуда ее не денешь. Но есть люди в страсти, есть люди в благости. Но в целом, надо всем стараться переводить себя в благость. Что значит человек в благости? Это значит, что у него доброта является основой жизни. Он ко всем верам по-доброму относится. Он ко всем точкам зрения по-доброму относится. Он старается понять людей, принять, реагировать на них по-доброму. В том числе и к невежественным людям. Есть алкоголики, допустим. По-доброму тоже. Это не враг народа, а просто человек, который не может правильно жить. И так далее. Но если концепция страсти превалирует в семье и наступает плохой период, то люди начинают очень сильно ругаться. Когда концепция благости и плохой период наступает, люди чуть подальше друг в руках держатся, потому что им тяжело вместе станут. Но они все друг друга понимают, по крайней мере. Но люди в страсти, когда плохой период приходит, они начинают отстаивать свои права на существование. Женщины свои, мужчины свои. И начинаются конфликты. Ссоры. До этого жизнь нормально. Но тут вот... Если ты не будешь убирать носки на место, то я тебе не буду готовить. Ну что-то такое в этом роде примерно. Сначала студия, потом деньги. Или наоборот. Сначала деньги, потом студия. Война идет, как говорится. И... Обычно это заканчивается разводом. Потому что бывают разные периоды жизни. Бывают три вида тяжелой судьбы. Я до этого попозже поговорю. И... Концепция благости означает, что я счастлив, когда все счастливы вокруг меня. Я хочу сделать счастливыми своих близких. Концепция в неверстве. Я живу для себя. Все остальные это мое окружение. Они не должны под меня подстраиваться. Концепция страсти. Я живу для своей семьи, для своего народа. Для своей веры. Для своей тусни. Для своего завода. Для своей фирмы. И все, кто не с нами, тот чуть-чуть против нас. Ну... И не чуть-чуть против нас, если приходит плохая судьба. Так сказать, совсем против нас. Понимаете? Ну, то есть, люди в страсте постоянно проясняют все. Надо прояснять. Они не открывают сердце, а проясняют. Знаете, чем отличаются? Да, человек открывает сердце, он ждет, когда его кто-то поймет. А прояснение означает, что ты открываешь сердце для того, чтобы подстроить под себя других людей. Для того, чтобы доказать им свою правоту. И когда люди проясняют сердце, они могут часами разговаривать и доказать свою правоту. Пытаются под себя подстроить людей. А на самом деле прояснение означает, что ты увидел взгляды другого человека близкого и в себя взял, оценил, вдохновил человека развиваться. Вот и все. А потом он увидел твои взгляды и вдохновил тебя. Максимальная сила людей в благости, если судьба совсем тяжелая, это означает, что у них разная вера. Ну то есть обычно, если вера одинаковая, это более-менее нормальная судьба. Но если у людей разная вера, но при этом у них очень выраженная благость в сознании. Ну то есть они принимают взгляды человека. Вот все, что связано с Богом, им нравится. Они принимают взгляды человека. Тогда они могут ужиться. Даже я знаю такие семьи, которые счастливо живут, у них разные веры. Например, мусульманская христианская. Поднимите руку, у кого разные веры, вы нормально живете вместе. Вон, видите, несколько рук есть. Это значит, что люди очень выражены в благости. У них очень сильная способность понять друг друга, принять концептуально сознание человека, у него принципиально глубокая, допустим, немножко другая направленность духовная. В целом, если люди верят в Бога, то это одинаковая вера. Потому что если вера не в Бога, знаете, некоторые люди верят, что Богов много. Это неправильно верить. И здесь хоть ты будь лояльным, хоть не будь, от этого ничего не меняется. Некоторые люди верят, что в Бога нет вообще, а Бог – это сияние. Это не личность. Вот я личность, а Бог – не личность. Значит, кто лучше – я или Бог? Вот если Бог – просто сияние, а я – личность. Кто себя осознает лучше – я или Бог? Сияние себя осознает? Ну, сияние просто. Оно может себя осознать, но оно не может разговаривать. А если и может, то не так, как личность. Концептуально некоторые люди считают, что не личность выше, чем личность. Значит, хаос выше осознанности получается. Некоторые верят в злые силы. Они сами себе отдают этого отчета. Вера – это очень серьезная вещь. Вера в злые силы означает, что человек невежественно находится. Значит, он не может уже строить близкие, глубокие отношения. С ним уже сложно будет жить, чуть-чуть дистанция, добрые отношения. Что значит вера в злые силы? Это значит, что человек заморачивается очень сильно современными теориями. Да это и раньше так было. Если две тысячи лет назад взять, то вера в злые силы означает заморачивание современными теориями. А что такое современная теория сейчас? Это теория большого заговора. Когда богатые люди какие-то, интеллектуальные, сверх, они управляют миром. Они чипируют всех, зомбируют, создают вирусы, чтобы уничтожить человечество. И все будет давно в будущем, потому что есть вот эта теория заговора. И все поэтому и войны идут, потому что они сокращают поголовье человечества. Понимаете, о чем я говорю или нет? Есть люди такие, Олег, Олег Геннадьевич, а вы знаете о том, что есть признаки. Вот когда пчелы начнут вымирать на земле, это значит, что это началось уже. А что началось? А вот это заговор вот этот вот. Масон управляют мне. Или вот эти вот богатые люди какие-то. Раз, два, три. Видите, а богатые люди, эти даже мне звуку вмешают все остальное. Вторгаются в мой звук. Видите, значит это все есть. Не дают мне о себе говорить. Они всем управляют. Там всякие фильмы, матрицы всякие. Как будто двойной мир есть, двойной мир такой. Мир, в котором мы живем, еще есть мир, который мы не видим, но они видят эти люди. И они всем управляют, а мы в матрице находимся. И все смотрят фильмы. О, похоже на правду. Так и есть. И ханируются. Вот нас всех поубивали. Кто считает, что это все похоже на правду, что я говорю? Стесняюсь сказать. Вот это называется вера в невежество. Если у вас вера в невежество, тогда что будет на вас влиять? На вас будут влиять порча, сглаз. Будут влиять ощущения, что кто-то меня как бы зомбирует. Значит, альфонцы, всякие нарциссы, это будет ваше умышление. Это называется вера в невежество, когда человек вешает перенки на людей. Когда он чувствует кругом опасность, что все его зомбируют. Все на него влияют. Что есть порча, есть сглаз. Понимаете? Нет? А если рядом такие люди, то как? Если рядом. Подобрые отношения, но на дистанцию. Вы с ними не можете глубоко открывать сердце. А если вроде дистанция есть, но они все равно пытаются влиять? Конечно, не будет влиять, потому что ты, блин, не понимаешь, что нас всех грозит. Конец света тоже заперли. А если дюблейское понимание двух сил? Ну, дьявол, сатана. Ну, хорошо, дьявол, сатана. И что? Он сильнее Бога? Ну, не сильнее, но Бог же допускает? Допускает, чтобы мы развивались. Ну, то есть, если вы говорите о дебейском понимании, какая дьявол, это имеет место сильнее? Мое мнение такое, что есть злые силы. Но если человек верит в Бога, они не могут на Нему повлиять. Потому что есть понятие веры. Вот если злые силы сильнее Бога, тогда надо сушить уже везду. Потому что… Я тоже верю, что Божья сила сильнее, чем… Имеет место быть все. Но все зависит от того, над что человек настроен. Вот, например, приведу пример. Взять психически больного человека. Он одержим злыми духами. Одержимость означает концентрация на чем-то со знаком плюс или со знаком минус. Вот, допустим, ко мне обратился один монах. У него была серьезная проблема. Он говорит, я хочу жить в монастыре. Но я сильно думаю о женщине. Я ему говорю, смотри, вот есть два варианта. Или ты не любишь женщин. Это концентрация на знаком минус. Значит, ты все равно женишься. Или ты сильно любишь женщин. Это концентрация на знаком плюс. Значит, все равно женишься. Но есть другое восприятие, называется уважать женщин. Если тебя тянет к женщинам, тогда уважай женщин. И тогда ты не женишься. Вот, если ты их уважаешь, у тебя эгоистическое восприятие отключается. Ты просто тогда как к душе к женщине относишься. Вот точно так же к злым силам. Восприятие со знаком минус – притягивание, привлечение. Восприятие со знаком плюс – означает демонизм. Ты уже как бы с этим согласен, сатанистом стал. А есть уважение, понятно. Означает, что ты как бы понимаешь, что Бог создал, значит так и надо. А ты сам к этому отношения не имеешь. Ты имеешь отношение к Богу. И веришь в Него. Потому что вера в злые силы означает, что человек постоянно видит какие-то сложности, а не видит выход из этих сложностей. Ну, сейчас другие как бы там одно говорили. Сейчас пчелы все вымирают, потому что влияние идет специально. 5G-интернет сделали специально, чтобы убить пчелы. Все сдохнут, все сдохнем и так далее. У них вот, ну, почитайте в интернет это постоянно там. Специально уменьшают озоновый слой. Вот. Глобальное потепление. Скоро все сдохнем, потому что глобальное потепление. Специально ядерную войну сделаю. Кто-то выживет. Они себе бункеры сделали. И так далее. Вы почитайте и увидите, о чем я говорю. Я говорю сейчас о мышлении. Оно бывает глобальным, а бывает неглобальным. Например, нарцисс мой муж. Это вера в невежестве. Означает, елык на человека повесил. Уже дальше мужем жить невозможно, потому что он все. Он плохой человек просто по определению. Это вера в невежестве означает. Ну, вера в благость означает, что мы души все. Человека можно исправить любого. Бывает, конечно, он не хочет исправляться, когда дорожки расходятся. Но очень личные границы сильно зависят от веры человека и его развития. Три типа веры есть. Есть вера в невежестве. Оно соответствует развитию невежества. Люди в невежестве в основном всего боятся. Они страх и агрессия их основа жизни. Они как бы в шутере находятся. Часто человека ломает просто судьба. Сейчас многие люди там, допустим, в Украине из-за бомбежек, из-за горя, которое переполняет их сознание от того, что там происходит. У них сердце наполнилось ненавистью. Понимаете? У меня одна родственница позвонила нам, говорит, я вас всех проклинаю, потому что вы русские. Ну, как бы это понятно. Потому что люди в горе находятся. Им тяжело, у них разрушается жилье там. Они не могут нормально жить. Им плохо, тяжело жить. И они поэтому в ненависть вошли. Это иногда злая судьба. Иногда у человека всех... Там, кто-то от рака умер, кто-то еще что-то. И он начинает все бояться. Он думает, что его сглазили проклили, приходят бабкам каким-то. Они ему подтверждают. Говорят, да, у тебя на твоем роду находится это как бы... Проклятие. Родовое проклятие. И подтверждает ему это. Человек, когда концептуально в невежество вошел, он же не может нормально жить, потому что он все боится. Да, как зайки, собачки бывают. Собачки такие по улице ходят. Видели? Они такие, всего шугаются. Они такие уши подогнули такие. Шерсть у них дыбом стоит. Если к ней подойти, она тебя укусит. Почему? Потому что она перенесла тяжелую болезнь. Или ее запинали там. Или еще что-то с ней произошло. Она в стрессе находится. Само по себе это называется вера в невежество, когда человек вышел из равновесия. Знаете, там говорят в войну паникеров расстреливают. Потому что человек, который начинает... Это вера в невежество. Паника. Это вера. Человек вот так вот. Ну, это может истеричное быть сознание. Может быть и успокоившийся, и предлившийся такой. Человек, как бы, ну, не верит в лучшее, а верит в худшее. И с таким человеком очень трудно жить, потому что ты начинаешь ему сердце открывать концептуально, а он говорит «да-да-да-да-да-да-да» и все. То есть мы говорим о личных границах сегодня, поэтому я говорю вам о том, что есть разные люди. Вера в страсти означает, есть вера в неверности, есть вера в страсти, есть вера в благости. Знаете об этом? У каждого своя вера. Человек говорит «я верю в Бога», но все равно это может означать веру в неверности, веру в страсти, веру в благости. Человек верит в Бога, но больше всего в дьявола. Это означает веру в неверности. Он верит в Бога, но постоянно думает о дьяволе, о том, что вот эти низшие силы всем управляют, они мешают, все плохо, и рассказывает тоже, и как Богу мешали они. Постоянно у него об этом только все разговаривают. Значит, у него вера в неверности. И с чем человек связан в своем сознании, в том и живет. Бытие определяет сознание. Ну то есть, и сознание определяет бытие. То есть, он вот с этим связан, но этим живет шутилица постоянно, он культ постоянно, он все боится, как бы боится сглаза, порча, потому что у него очень сильно, концептуально он связан с низшими силами. Значит, травмирована психика человека, травмирована глубоко в сердце. Есть концептуально вера в страсти. Вера в страсти, это соответствует мышлению в страсти, сознанию в страсти. Когда человек, я и мое как бы основа восприятия мира, мое, я это неверный концепт, мое это страстный концепт. Моя страна, моя вера, мой народ, моя работа, моя жизнь, моя семья. Своя рубашка ближе к телу. И вера, вот концептуально подходит под это, вера в страсти, это вера в удачу, деньги, во славу, во власть. В вера в густе, в удачу. Человек, когда верит в удачу, он счастлив? Нет. Потому что он ищет чего-то. Счастлив тот, кто нашел. Но когда человек верит в то, что счастье это моя жизнь, вот я живу на земле, и слава Богу. Вот что такое молитва, допустим, мы будем там повторять аллилуйя, допустим, на третий день лекции. Что это такое? Это принять свою жизнь. Вот я живу и хорошо.